добрый день мы сейчас посмотрим что мы уже сделали по ремонту так с балконом практически все закончили осталось только покраска вот застеклили отливы поставили и утеплили балкон снизу закрыли мы вот это отверстие для вентиляции то под балкона двери поставили видите а это козырек чтобы вода не затекал отсюда и зимой не замерзала не примерзали двери двери вот отверстие на дверях чтобы вентиляция была и вот еще для вентиляции вот раз и два потому что компрессор выделяет тепло и влагу чтоб все это выходило не собиралась у были комфортные условия для работы компрессора а вот кирпичом мы все это закрыли поставили утеплитель вот вот это десятка утеплитель теперь с пола чтобы влага и холод не подымались сюда будем гидроизоляцию и теплоизоляцию пола сделаем и сверху стяжкой закроем это труба для воздуха отвода от компрессора и все это будет теплее держать наш балкон сам пол балкона внутрь помещения будет тепло так идем внутрь смотреть что там внутри сделали так заходим стены почистили чтобы это была краска эмаль краска чтобы на нем снова нанести слой штукатурки или покраски акриловой надо было вот сбивать все это сбивали топором вот топорчик этим топором избивали так вот балкон застекленный мы взяли стеклопакеты двухкамерные ли видите чтобы было лучше шума и теплоизоляция как мы выбирали производителя или из какого пластика или правильного выбор окна если надо потом расскажу какой у меня подход до этого есть то же самое все стены вот сбиты старый слой краски чтобы новый наносить так как это эмалевая краска на нем не все держится вот все стены зачищены так вот что мы еще сделали мы сантехнику все сделали ну кроме чистовой работы вот заменили все трубы провели водопровод это все будет уже закрываться вот провели сюда и вот это сантехника для водоотвода от к примеру вот двери лежат как кресло стоматологичное и вот сюда будет подаваться вжатый воздух отсюда будет уводиться использованная вода провели мы канализационную трубу до второго кресла и вот для воздуха вот балкона все теперь остается выравнивать полы стяжкой и положить плитку на пол но еще проведем электрические кабеля кинем рядом с канализацией до вот сюда будет вывод проводов электрических для кресла чтоб они спала сразу подключились до электропитания все вот электрику почти везде провели вот по потолку так как у нас будут натяжные потолки электрику провода закинуты по потолку вот вот все провода идут по потолку и такие технические требования правильные вот и вертикальная провода спускаются не как попало а именно вот с потолка вот вертикально обратите внимание это правильная технология вот так вот нельзя как попало я видел ноги режут стены криво под углом по разному панельные стены можно только вот так по вертикали вот и потом легко во время эксплуатации тоже понимать где у вас проходят провода вот они все по пойти с потолка вот так ровненько спускается до розеток до выключателей так должно быть поэтому когда вызываете мастеров электриков или кого-то они должны быть иметь хотя бы обучение знать как правильно все это делать я видел иногда такие работы что смешно на них смотреть потом вот эти все вертикально с потолка спускается это все зависит от того какой тип ремонта будет и какие стены у вас если несущие стены бетонные панельные на них надо можно разрешается делать вертикальные надрезы но не горизонтальные все нам осталось вот эту сторону еще проводить электрику так как это зона отдыха или зона ожидания пациентов вот и вот этот угол еще закончится электрикой счетчик туда перенести вот в этот угол вот ну и после этого начинать укладку плитки но на полу на стенах уже собирать будем практически скоро начнем все до кучи собирать и все приобретет начнет приобрести какой чистовой выгляд чистый выглядят ну так как-то рассказал вот все пока